здравствуйте зритель нашего видеоканала наши подписчики все кто меня знает сегодня расскажу про бересту про материал который мне нравится больше всего и про которого про который ходит очень много легенд вообще так уж наверное мир создан что вокруг каких-то определенных вещей особенно вот которые на виду много как плохого так хорошего это касается буквально всего от автомобилей до ножей на вообще до всего и я очень много слышу про бересту и слышу в основном честно говоря вещи какие-то ну не в основном на ряду скажем так с положительными есть отрицательные моменты и могу вам сказать еще раз это беспочвенно абсолютно у меня от руках нож универсальный шестьдесят пятки с берестой нож выпускается с 94 года 1900 то есть прошлого века сейчас чуть меньше скажем так популярность у него но нож вы видите нож действительно универсальным можно назвать здесь лежит дерево которое плавало я в прошлый раз вытащил вот значит поясняю она была в воде вот смотрите древесина все всем видно все вообще нет древесины причем вот так себя будет вести и простая береза и карельская ну так вот если уж пошло дело там на какие-то среды и на долговечность а вот теперь смотрите вот я беру эту гресту до которой осталось вот да смотрим делаю срез все видно вам сделаю вот я снимаю вверх в этой бересты вы видите с берестой вообще ничего не этот не стало она как было так и осталось это материал который гниению практически не поддается вот видите вот вот это береза до которая все тут все уже сгнило а вот эту бересту можно снимать резать я вам без всякого смеха говорю и сделать из нее вот такую рукоять и она по качеству будет не хуже вот что самое смешное вот дальше все равно сейчас еще поковыряю себя в этой вот смотрите вот он срез такое ощущение что я ее только что снял с дерева и вот люди ведь на полном серьезе говорят что береста это ненадежный материал вот смотрите конечно вы сейчас скажете что она подсохла да будьте правы сейчас я вам прямо такой же топляк достану из воды и покажу все то же самое я это к тому что береста это один из самых лучших материалов она и приятные на ощупь самое главное когда делаете бересту сохранять ее целостность колец я про это уже говорил то есть не нужно допустим брать вот ее взял вот тогда и пятку вот ну и вот так вот срезал то есть она вот так идет идет и и вы ее срезали здесь вот будут треугольнички понятно короче вот если мы допустим вот видите мы ее здесь вот подкладочками выровняли она у нас кольца бересты сюда идут если бы мы вот так вот шли 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 вот и что получилось мы бы сейчас ее срезали и здесь были бы вставки вот здесь с этой стороны были бы не цельные кусочки которые вылетали может быть вот легенда пошло вот из-за неправильной сборки дальше я не знаю сейчас мы еще подойдем к воде я достану еще прямо из воды это вот у меня просто если жалуют я решил оставить видите в каком состоянии в какое состояние пришло пришло древесина да смотрите вот пожалуйста вот сыр все вот береста дома наш кошка отдыхает котят котят лежат везде вот опять же смотрите сверху зеленая да это еще какая-то внутри чистая абсолютно не испортившийся из нее можно в принципе даже из этого топляка делать ручки и они будут хорошие сейчас еще подойдем в одно место покажу продолжаем наше знакомство с берестой вот лежит топляк березовый видите я протыкаю ножом вот он гнилой смотри что делаю снимаю береста видите так сейчас я вам фокус покажу вообще фокус не так нереально из нее ручки можно делать так при вас лежал в воде так смотрим это я тем говорю кто говоришь и бересту надо пропитывать вы ее чем пропитаете молодые люди или не молодые вот она даже на ветру она продолжает гореть поэтому все вот эти байки и сказки про то что береста якобы материал какой-то там ненадежный недолговечный и о том что ее надо пропитывать и проваривать деревяшку надо бересту нет и последнюю сейчас я вам покажу с берестой вот разница да вот вот мы ее все ли вот на вся сырая я протер об штаны ей можно разводить костер а можно на жизни делать ну и сейчас одну минуту последний скажем так штрих в пользу бересты ну вот стоит такая даже вся корявая березка вся который по идее нам предповердена я на по идее снимать я беру и так же С нее снимаю кусочек бересты, береста тоненькая, тоненькая. Ветер. На палочку ее оденем, а то руки ждет. Вот видите, любая береста, даже та, которая провалялась в лесу много лет, когда от деревяшки не осталось ничего, осталась только берестяная трубка. Даже береста вот на такой вот уже больной березе, которую надо срубить, чтобы она не мешала расти другим. Береста показывает, что она такой материал, который не берет в себя ничего. И когда говорят, что береста берет запхи, это еще один миф, это дурь. Береста может брать запхи только в том случае, если между ней образуются щели, если они правильно собраны, если они проклеены, если еще какие-то. И между берестин что-то может набиваться. Если она все правильно стянута, проклеена, никакие запхи она в себя не возьмет. Достаточно берестяную рукоять. Взять зубную щетку старую с мылом и под краном горячей водой помыть. Она будет опять как новая. Ну, наверное, не буду я больше рассказывать про бересту. Понятней, на мой взгляд, уже просто некуда. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok